МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в нашей программе. Израиль в январе. Комментарий последних событий. Холло-музыкальный Байерес. Третья завершающая прогулка по столице Аргентины. Завещание Холуцим-Эн-Харот. Рассказ об уникальном Кебусном музее искусства. И в завершение программы фрагменты 16-го Иерусалинского фестиваля «Джаз-Глобус». Ультрарелигиозное население Израиля, живущее обособленно, давно называют государством государстве со своими внутренними законами. На фоне эпидемии коронавируса и всеобщего карантина этот общественный раскол чрезвычайно обострился, а в последние недели привел к насилию. В жестких столкновениях, родим с полицией, вируса, лимебной браке, аждодзе, есть арестованные и пострадавшие с обеих сторон. Казалось бы, корона – общий смертельный враг. Вирус уже унес жизни и больше, чем война судного дня. На начало февраля в Израиле около пяти тысяч умерших и только в январе полторы тысячи – печальный рекорд за все время эпидемии. Но в то время, как светское население заперто в жестком карантине, а за нарушение платит огромные штрафы, закрыты школы, детсады и предприятия, ультра-ортодоксы устраивают многолюдные свадьбы, бармицвы и учатся в ешивах. Многие не носят маски и из-за разных предрассудков отказываются от вакцинации. В итоге зараженность в религиозном секторе в два с половиной раза больше, чем в светском. В конце января массовые беспорядки из-за закрытия ешив достигли апогея. В Аждоди был сожжен пассажирский автобус, и полиция начала действовать активнее. В ответ бунтовщики забрасывали полицейских камнями, блокировали дороги, разрушали заграждения. 31 января в Иерусалиме прошли похороны двух равинов глав ешив, кстати, умерших от короны. Опасаясь кровопролития, полиция не стала вмешиваться, хотя в процессиях участвовали тысячи людей. Эта часть общества явно вышла из-под контроля государства, которое платит им стипендии и пособия, охраняет и лечит в больницах. В этом вина многих предыдущих и нынешнего правительства. Недавний опрос показал, что 60% еврейских избирателей не хотят видеть ультраортодокса в будущем правительстве. Но ни Натани Ягу, ни другие претенденты на премьерское кресло не спешат ссориться с потенциальными соратниками, ведь коалицию без Харадим создать практически невозможно. Это обещает сделать лишь Авикдор Либерман, который ведет активную открытую борьбу против религиозного диктата и обещает отлучить Харадим от государственной кормушки. Халлоемес? Скорее всего. Но кто знает, на волне светского возмущения некоторые комментаторы уже пророчат его партии «Наш Дом Израиль» 15 мандатов. Но пока карантин, который почему-то называется национальным и тотальным, продлен еще на неделю. Пока на неделю. Мы уже говорили в наших прежних прогулках, что Буэнос-Айрес часто называют Парижем Южной Америки. И не только из-за широких зеленых бульваров с красивыми старыми домами. Как и Париж, Буэнос-Айрес – очень музыкальный город. Музыка звучит везде – в кафе, ресторанах, улицах и даже в метро. Но если под крышами Парижа звучит чарующий шансон, Буэнос-Айрес дышит ритмами страстного аргентинского танка. Официально этот танец родился в конце 19 века не в Буэнос-Айресе, а на границе Уругвай и Аргентины, в портах реки Ла Плата, где жили эмигранты со всего мира. Возможно, поэтому в танго переплелись африканские ритмы, аргентинская народная музыка мелунга и даже испанская фламенко. Думаю, отсюда и такая популярность танго. Каждый слышит что-то родное. Но рассвет танго и его славу связывается все же с кварталом Ла Бока, где много лет назад был первый порт Буэнос-Айреса. А где моряки, там веселье и публичные дома. Там и танцевали этот страстный танец. Очень страстный, поэтому запрещенный церковными и городскими властями. Ла Бока – место очень колоритное, с разноцветными домами. Почему разноцветными? Все просто. Краска для местных была не по карману. В ход шло все, что оставалось от покраски кораблей. Остатки рифленого корабельного железа шли на обивку домов. Но основа этих домов – дерево. Поэтому самый страшный бич Ла Боки – пожары. Памятные знаки в честь героев-пожарников почти на каждом доме. В принципе, Ла Бока – район, мягко говоря, проблемный. Для туристов предназначена только небольшая главная улица Каменита и прилегающие переулки и дворики. Но дух старого Байреса, говорят, остался. Даже в этих китчевых скульптурах великих аргентинцев из Папье-Маше. Папа Римский – Франциск. А на этом балконе – знаменитая Эва Перрон. Ну, вы ее наверняка узнали. Как и Марадон, рядом с которым знаменитый Карлос Гардель, первым запевший танго и фактически открывший его всему миру. Театров танго-шоу в Байресе великое множество. В любимом театре Гарделя проходит сейчас танго-шоу его памяти. Театр отличается своим первозданным столетним интерьером и носит имя другой знаменитости – Астра Пьяцова. Здесь перед представлением солисты дают небольшой рок-танго. Конечно, научиться за полчаса сложному танцу невозможно, но загореться танго и, вернувшись домой, заняться им серьезно – вполне. А мы, благодаря телекамере, еще успели пробраться за кулисы. И чтобы не говорили скептики, мол, эти шоу только для наивных туристов – нет, это было настоящее искусство. Супер-профессиональное, что и неудивительно. Среди пяти пар – чемпиона мира по сценическому танго, известные певцы. Им аккомпанировал секстет танго-пьяцова, знаменитый по своим сольным концертам не только в Аргентине. Любовь, страсть, драма – все, как должно быть танго. И потрясающие песни Карлоса Гарделя, музыка Астара Пиццовой, великие музыканты, которые покорили весь мир. Неслучайно 11 декабря, день рождения Гарделя, стал международным днем танго. Имя Астара Пиццовой, создателя совершенно оригинального стиля нового танго, наверняка у всех на слуху. Но, думаю, немногим известно, что Пиццова писал и классическую музыку. А танго? Танго Пиццовой – это целая планета. Танго Пиццовой – это целая планета. Танго Пиццовой – это целая планета. Танго Пиццова, дошло – это целая планета. АПЛОДИСМЕНТЫ В самом музыкальном районе города Сан-Тельма нам не повезло. Дочь прогнала с улиц музыкантов и танцоров. Но зато мы смогли не спеша побродить. Нет, это не музей. Обычный антикварный магазин, которых здесь, в старом городе Байроса, десятки. Трудно себе представить, где можно в доме поставить, например, эту лошадь. Но если это все продается, значит... Увы, как и всякое путешествие, прогулки по Бояна-Сайросу закончились слишком быстро. Надо будет приехать сюда специально и спокойно побродить по улицам старого города и вместе с никуда не спешащими аргентинцами медленно потягивать кофе и слушать танго уличных музыкантов. Поэтому мы не прощаемся, Байрос, а говорим до свидания, когда границы снова будут открыты. Художественный музей Эйнхарот находится в Израильской долине на севере Израиля. Это кибуцный музей. И не краеведческий, и летнографический, чтобы было бы понятно, а настоящий Мишкан-Леоманут, дом искусств, с богатейшей коллекцией, третьей по величине и ценности после художественных музеев в Иерусалиме и Тель-Авиве. История музея уникальна и удивительна. В 30-м году член кибуца Эйнхарот, художник из Украины Хай Матар, вывесил свои работы, позже работы и других художников, в небольшом деревянном бараке и назвал его уголком искусства. Чтобы понять исключительность этого шага, вспомним, что жизнь в израильском кибуце в 20-е и 30-е годы была, мягко говоря, не сладкой. Изнурительная работа на земле, малярия, которая косила поселенцев сотнями, скудное еда и жилье, и частые арабские набеги. Казалось бы, какое искусство! Но Хай Матар убедил своих товарищей, что новая жизнь, которую они строят, без искусства невозможна. На общественные деньги он дважды съездил в Париж, тогда Центр мировой художественной жизни, и приобрел для будущего музея работы еврейских художников знаменитой парижской школы. В том числе шагала, кислинга, модельяне и предметы иудаики. Из Парижа он писал товарищам по кибуцу. Основывая энхарот, мы взяли на себя большую ответственность, как перед собой, так и перед нашими детьми, которые унаследуют наши духовные ценности. Поэтому мы стремимся воспитывать себя, живя в искусстве, потому что иначе рутина поглотит нас. Не лишне вспомнить, что основатели энхарот, в основном евреи из Восточной Европы, не были потомственными землепашцами, и идеи Хаймы Атара легли в благодатную почву. Эти пионеры-первопроходцы считали, что можно продолжать жить в палатках, но необходимо построить храм искусства, который сейчас и наш храм. Не все сегодня осознают, какое это чудо. Не уверен, что какой-нибудь ребенок в Тель-Авиве, Димоне или Кириашмоне может так запросто после уроков зайти в художественный музей, пройтись по залам, окунуться в мир искусства. У меня была такая возможность. Я считаю своим долгом продолжать то, что сделали эти большие люди, пионеры, и завещали следующим поколениям. Коллекция, собранная Хаймом Атаром, стала основой музея, официально открытого в 1938 году. Спустя 10 лет, в 1948, в год рождения еврейского государства и в разгар войны за независимость, в кибуце Эйн-Харот открылся новый мешкан Ле-Манут. Здание – прекрасный образец и признанный шедевр архитектурного модернизма. Автор проекта Шмуэль Биккельс сконструировал его таким образом, чтобы внутренние помещения освещались исключительно естественным светом. Особая атмосфера создается световыми потоками благодаря сложной системе потолков и верхних окон. Идеи Шмуэля Биккельса вдохновили американского архитектора Луиса Кана, итальянца Ренцо Пиано, одного из авторов Центра Помпиду в Париже. Здание расширялось до смерти Биккельса в 1975 году. Постепенно были пристроены 14 выставочных залов, библиотека, мастерские, зрительный зал, а также дворы для скульптур и небольшое кафе. В 2018 году музей отметил свой юбилей большой выставкой. Сокровище музея – 80 лет. По этому случаю запасников музея, насчитывающих около 25 тысяч произведений, были извлечены самые ценные его сокровища. Этого места уже 80 лет. И 80 лет здесь проходят выставки. Их посещают художники и ценители искусства. Можно сказать, что это не только художественный музей, но и прекрасное творение архитектуры. Сюда приезжают архитекторы Израиля и со всего мира. В музее есть уникальная коллекция еврейского искусства, еврейских художников парижской школы, и работы, написанные до Второй мировой войны, Германии, России, Польши, Франции. У нас нет постоянной экспозиции. Каждый раз мы показываем на выставках разные части этой коллекции. Значительное для музея событие – выставка «Хаем Сутин. Израильское искусство», которая проходит сейчас. Основатель музея Хаем Атар, будучи в Париже в 30-е годы, был очарован творчеством Сутина, хотя не смог с ним встретиться. Он сам писал в похожей манере. И благодаря Атару в Израиле появилось много почитателей и последователей Сутина. Кроме картин Сутина и Хаема Атара, на этой выставке есть многие работы из нашей коллекции. В верхнем зале работы Марка Эйпштейна, Моисея Кислинга, Жуля Паскена. Этот музей для меня стал открытием в том смысле, что он живет абсолютно по законам Большого музея. Не только по законам, но и по своей сущности, по тому, что делает Ениф, как он это делает, его подход к выставкам, к концепциям выставок, достойно Большого-Большого музея. И сначала я говорила с Европейского, но это, может быть, Американский музей. Это просто по своей сути Большой музей. И поэтому мне было... Я уже не говорю об архитектуре. Я преклоняюсь, каким образом был построен этот музей в то время, когда практически не было государства. Государство только становилось на ноги. Когда мы, например, говорим о построении американских музеев, они тоже были построены по этому принципу, чтобы удерживать моральные ценности. Искусство позволяет это делать. И Хай Матар очень быстро это понял. И мне это было очень ценно, и это открытие было ценно. Люди, создавшие этот музей 80 лет тому, не считали, что живут на окраине, на периферии. Они жили в Кибуце, но здесь было издательство, сцена для спектаклей и концертов. В 41-м году был открыт музей поселенчества Бейтштурман. Был построен Дом искусства. То есть члены Кибуца видели Энхарот центром культуры. Януш Корчик, будучи в Израиле, приезжал сюда. Азикстерн, прибыв в Израиль, посетил это место. Это Кибуц Энхарот. Традиционный Иерусалимский фестиваль Джаз Глобус прошел в необычном формате. Впрочем, во времена короны виртуальные концерты уже дело привычное. Нынешний 16-й фестиваль был посвящен столетию легенды джаза Чарльзу Паркеру. Его музыка, израильские звезды традиционного джаза и открыли первые из 10 фестивальных концертов. Кибуц Энхарот Субтитры создавал его, Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!